всем привет друзья вы на канале finch shop полезный и не очень ну вот это гремела великая китайская распродажа как пафосно и и сами называют китайцы если честно особо выгодных предложений то и не было с таким-то конским курсом но что-то мне все равно удалось урвать по весьма приемлемую price redmi note 11e pro 5g весьма годный девайс на бумаге с довольно производительным процессором snapdragon 695 g напомню точно такой же был в недавней новинке honor x9 а которая есть у меня на канале и там он довольно неплохо себя зарекомендовал давайте же открывать его и разбираться так ли все хорошо на самом деле но перед этим прояви немного активности поставь лайк подпишись на канал если еще не подписан и напиши в комментариях приобретал ли ты что-нибудь на алиэкспресс на этой распродаже спасибо ну а теперь погнали начнем вот такой коробки он соответственно приехал все это дело я там на почте вскрыл потому что сейчас особо не доверяю китайцы приходится вскрывать все это дело ничего зато нужно быть точно уверенно что китаец прислал пипич какой-то да это дело вам тоже доверяй но проверяй как говорится ну и сам телефон redmi note 11e в матрасе видим переходничок скотчем почему-то не замотал так красавец и китайский переходничок который намекает на то что у нас эта версия для китая ну да эта версия про not 11 е у нас официально не продается видим такую белую коробку с красной надписями 67 ватт turbo charge круто redmi pro 5g весьма неплохо но и довольно таки просто и как обычно на задней грани у нас дракончик с надписью redmi так давайте посмотрим что у нас здесь redmi note 11 е про 5g я так понимаю 6 гигабайт оперативно и 128 гигабайт физической памяти замечу коробка у нас не запечатана я так понимаю китаец скрывал ее и накатывал нам глобальную прошивку мне кажется с этим связано а возможно там бушный аппарат давайте проверим скрываем далее она встречает сам конверт давайте посмотрим не вроде не бушный вроде все новое так скрепочка соответственно макулатура небольшая все на китайском языке само собой эта версия нас для китая в этом убедились ну и чехол стандартный с заглушкой прозрачный чехол вполне себе обычный крепочку убираем сторонку дальше у нас идет надо синий ну как вам ребята как как неплохо ладненько пока его берем стороночку камера замечу сразу так сильно выпирает существенно видим дальше у нас идет проставка как картонная прокладочка блок питания ребят да вот питание у нас плотненько так застрял очень даже плотненько блок питания у нас на 67 ватт быстрая зарядка круто очень быстро все проверим как он будет заряжаться дальше и стандартный юсб тайп си так ну и все здесь у нас больше ничего нет в принципе стандартный набор вполне себе неплохой без излишеств ну надеюсь пленочку то они наклеили да по-любому на клее конечно я в ряду не сомневаясь так дальше переходим к самому классному нашему это аппарат давайте открывать его зачет зачет у да у да ребятушки класс 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 ставим пальцы вверх вам понравился дизайн стекло такое ощущение что это металл ребят здесь все стеклянное круто он так на картинке не смотрелся как вот в реале ребят не знаю камера это передает не передает но он смотрится очень конечно шикарно явно не на свой ценник камера 108 мегапикселя круто не сказал процент он мне обошелся в 12 с половиной тысяч рублей и за эту цену это просто подарок а если ты хочешь оперативно получать самые свежие новости из мира гаджетов и технологий и отличные предложения с алиэкспресс по самым выгодным ценам переходи на мой одноименный телеграм-канал там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей ссылочка в описании то давайте сразу же отклеим эту штуку эффектно смотрится вот как напишите кому зашел дизайн поставьте пальцы вверх прямые углы такие немножечко скошены буквально по краям чуть-чуть но выглядит это очень богато на самом деле не как на картинке дизайн вполне вполне себе достойный включаем завибрировал redmi power by android пленочка ребят замечу у нас наклеена сразу завода с этим me english да русский все правильно так и подумал что китаец скрыл его как раз таки для того чтобы накатил свою прошивку давайте я немножечко сейчас под нас то и его и к вам вернусь чтобы не занимать ваше драгоценное время давайте проверим как у нас работает отпечаток пальцы порой ой как быстро то ребят приятная вибрация такая как неожиданно и приятно есть стабильными 1302 пока мы обновлять и не будем ребят сразу же здесь что сделаю я зайду в экран сходу здесь мы поставим чистоту обновления сразу же 120 герц до ребят нами и замечу здесь у нас amoled со 120 герцовой матрицы причем частота дискотизации тоже высоко плавно жаль вы не можете это увидеть просто топчик и скроллим так ух-ух-ух детка прям такой скоростной все-таки snapdragon 695 этот топ очень хороший процесс а мне очень понравился ладно давайте ребят пробежимся по кнопкам и элементам управления с правой стороны ребят у нас расположился качели регулировки громкости вверх вниз чуть ниже кнопка питания она же сканер отпечатка пальцев на нижней грани у нас расположились решетка динамика микрофон порт для зарядки usb тайп си лоток для sim-карты давайте проверим какой он ухты ребят ухты какая красная у нас проставка то ну да так можно разместить две sim-карты либо одну sim-карту и карту памяти ты 128 гигабайт базе я думаю вход достаточно но можете в принципе заказать побольше видим ребят такую проставку причем существенную намекающий на пылевлагозащиту и она очень туго вставляется все таки какая-то защита но есть на левой грани у нас ничего нет она пустая сверху на расположился трех с половиной миллиметров джек решетка динамика еще один микрофон и инфракрасный порта верхней грани у нас расположилась аккуратненько решетка динамика и вырез под камеру пленочку у нас ребят наклеена на тыльной стороне у нас разместился основной прямоугольный блок камеры на три сенсора плюс вспышечка и такая эмуляция еще одной камеры с надписью а и внизу у нас расположилась рад надпись redmi 5g материал корпуса у нас стекло плюс поликарбоната и задняя лицевая панель выполнены из стекла а боковая рамка из поликарбоната отпечатки пальца у нас оставаться не будут давайте проверим как он у нас будет в чехле сидеть так как у нас очень сильно выпирает блок камер видим чехол у нас перекрывает камеру то есть защищает как видим полностью хороший чехол габариты у нас следующий 164 миллиметра в высоту 76 миллиметров в ширину и толщина у нас составляет всего 8 и 12 миллиметров он очень тоненький весит он у нас 202 грамма ну да существенный после 10 про плюс чувствуется что держишь в руках вещь экран у нас ребят супер amoled на 6 и 67 дюйм с разрешением 2400 на 1080 пикселей соотношение сторон у нас 20 девицей к особенности можно отнести высокую часто обновление экрана ребят на 120 герц и так сходу конечно я могу сказать что очень хорошая яркость довольно таки высокая также стоит отметить полноценный always on display которую можно включить и отключить по желанию более детально расскажу и покажу в подробном обзоре процессор у нас snapdragon 695 g напомню такой же как и вход на x40 недавно его тестировал у себя на канале ну так вот он там себя очень даже неплохо показал память у нас на 6 128 гигабайт есть также версия на 8 256 тип памяти lpddr4x и ufs 2.2 карты памяти у нас поддерживаются вплоть до 1 терабайт давайте сходу установим antutu и проверим на что способен наш сегодняшний герой напомню в хонор x40 он выбил 390 тысяч попугаев почти 366 тысяч баллов наверное сказывается тяжелая оболочка от xiaomi а возможно версия antutu не так в любом случае даже такой результат весьма неплохой основной блок камер получил три сенсора главный на 108 мегапикселей с апертуры f1 и 9 от samsung s5 к h м2 имеет на борту цифровую стабилизацию и фазовый автофокус 2 у нас на 8 мегапикселей сверх широкоугольник с апертурой f2.2 ну и 3 макро объектив на 2 мегапикселей с апертурой f2.4 так давайте ребят проверим на что способна наша сегодняшняя камера ну сходу конечно так тяжеловато что-то сказать попробуем сфоткать hdr фото видео приближение смотрю 6x максимум можно переключаться вот на сверх ширик видео вести прекрасно можно макро объектив пожалуйста слушайте прекрасно пока что пока что мне очень нравится ну так сходу конечно тяжеловато что-то сказать ребят пока надо проверять надо тестировать в общем здесь так сразу и не скажет давайте проверим нашу селфи камеру здесь у нас получается модуль стоит на 16 мегапикселей с апертурой 2.5 ну автофокус само собой все это дело присутствует лад более детально буду проверять в подробном обзоре чуть позже он выйдет обязательно очень интересный аппарат и годный советую ребят небольшой пример сниму для вас как у нас снимает основная камера напомнить здесь у нас стоит основная сенсор на 108 мегапикселей от samsung с с апертурой 1.9 сейчас видео пишется в 1080 30 кадров в секунду иду в принципе быстрым шагом проверяем как у нас отрабатывает стабилизация в принципе более или менее нормально давайте попробуем приблизить покажу вам на что способен зум автофокус отлично отрабатывает очень быстро так это видео снимаем на сверх широкоугольный модуль как видим уже узнал обзора намного больше проверим тоже 6x по моему нет здесь немножечко меньше 2x ну вроде бы неплохо давайте пройдемся быстрым шагом проверим стабилизацию у нас цифровая никакой конечно оптической нет такой бюджет грех жаловаться ну и немножечко на сэлфи камеру поснимаем здесь у нас стоит 16 мегапикселей сенсор с апертурой 2.5 стабилизацию проверить и быстрым шагом вот так вот у нас записываем более детально расскажу и покажу в подробном обзоре звук у нас действительно здесь хорош и у нас здесь два стерео верхний и нижний полноценные стерео ребят причем на борту dolby atmos давайте я вам включу продемонстрируем как это все дело играет давайте зайдем в настройки звуковое покажу смотрите здесь у нас dolby atmos пресеты можно выбирать самому графические пресеты эквалайзера об то есть можно поиграться самому как угодно dolby atmos все-таки есть dolby atmos но и сейчас чего-нибудь его включу ребят продемонстрирую как это все дело у нас звучит а звучит я скажу очень даже неплохо а 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 звучание здесь бомбическое вот молодцы в этом плане конечно они постарались так что можете смело если вы фанат звука и вы очень трепетно относитесь к наушникам условно или именно к звучанию самого смартфона этот смартфон точно ваш выбор что касается коммуникаций то тут у нас полный набор двухдиапазонный вай-фай view lte bluetooth 5.2 спутники gps глонас бейду галилею nfc чип и даже инфракрасный порт в общем полный фарш по бэндам 3 7 на борту плюс поддержка не особо актуального у нас 5g аккумулятор у нас на 5000 миллиампер в час поддержкой быстрой зарядки на 67 ватт с нуля до 100 процентов смартфон заряжается за 43 минуты подводя итоги уже могу с уверенностью сказать что это довольно крепкий смартфон с огромным количеством плюсов среди них это качество сборки ну и сами материалы хороший звук с полноценным стерео и dolby atmos на борту производительный процессор да и хорошая amoled матрица с большим запасом яркость не очень пока ясно с камерами буду позже записывать полноценный обзор там и разберемся на что она способна подписывайся на канал если еще не подписан ставь лайки пиши в комментариях свое мнение о данном девайсе интересно будет почитать залетай на дзен и на мой телеграм-канал там я каждый день выкладываю огромнейшее количество разных новостей и отличные предложения с алиэкспресс по самым выгодным ценам всем мира добра и позитива и пусть все у вас будет по феншую до новых встреч ага-бага